всем привет меня зовут женя и вы на нашем семейном канале тут показываем каждый про свое жена про вязание я про всяко разную стройку и вот сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом создание домашней печи по типу тандыр танир и так далее стоило приехать в сочи попробовать лаваш он же шотти он же чурек а именно это тандырный хлеб разных народов и все у меня появилась новая мечта заиметь на участке себе такую же печь ну и как оказалось дальше тандыр используют для очень большого количества блюд чем-то они схожи с русской печи у меня даже слюна вырабатывается не могу про спокойно говорить мечта появилась прошлым летом я начал залил небольшую площадку фундамента положил блоки туда и начал создавать свой тандыр не скажу что какой-то универсальный метод я нашел потому что в итоге приходилось все это комбинировать пробовать и скажем на своих собственных ошибках учиться на сегодняшний день тандыр можно сказать что полностью готов осталось только внешняя отделка у меня в планах сделать еще помпейскую печь в этом участке такой будет комплекс как ну барбекю его вряд ли назовешь потому что это более народные методы но что-то такое аутентичный печной комплекс комплекс естественно не просто квадратный или круглый что-нибудь такое интересное необычное с лепниной попробовать себя в роли скажем так скульптора разжигал и в принципе пользуюсь я им уже довольно часто но сегодняшнее видео будет посвящено тому что можно сделать одновременно на одном рожьи как говорил сальвадор дали не стремитесь к идеалу вам его все равно не достичь но это не значит что стремиться не стоит если у меня есть среди вас опытные люди в плане изготовления печей работы с глиной буду рад вашим советам потому что его можно доделывать бесконечно 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 в общем мое повествование закончено а дальше пойдет процесс и и Продолжение следует... 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 ты что сам думаешь да я пока один будет так и готовил на день но ты доволен тем что тебя получилось вообще как тебе твои эксперименты доволен надо штуку такую сделать с кругами чтобы она на нескольких ярусах которая вынимается так и крышку толстую деревянную но это потом когда все будет надо мне кажется так будет и эстетичнее и удобнее доставать просто и так неудобно тяжелое что-то пошли картошку пробовать она такая красивая сложно удержаться запах да да запах вообще на весь двор я горох уже полчаса нюхаю думаю ну может уже готов чудесный чудесный аромат вот такие дела доброе утро крышку снимаем а там у меня запекся горох пообедать вчера успели потом что-то пошло не так в общем ужина мы не дождались но он тут идеально дошел и тут очень и очень жарко до сих пор я думаю что если кашу на завтрак поставить то она дойдет то есть руку держать раз два три все дальше наступает боль это причем крышка а внутри тепло комфортно не знаю сколько тут градусов наверно что подобное как бане близко к сотне точно что хочу сказать про тандыр печка это очень крутая и держит тепло очень долго причем это вчера как сказать восстанавливал работоспособность вчера я его расконсервировал и решил просто попробовать сколько блюд за день смогу сделать ну и показать в принципе своим домочадцам вчера полностью на одной растопке у нас был завтрак обед ужин но я так понимаю что сегодняшний завтрак возможен тоже дров было мало то есть объем то я не скажу так взял каких-то пару веток и сухих дров не толстых сжег вот и все он до сих пор горячий укрывал старым пледом и спасал от дождя ночного просто пленкой конечно это сейчас не эстетично сделаю деревянную крышку с обтеканием чтобы по крайней мере дождь на него не попадал от косого никуда не убежать вот кстати от косого может быть сошью чехол какой-нибудь из брезента чтобы накрыл и забыл эстетично красиво и все в норме дальше буду его модифицировать доводить до ума собаку закончу вот эти вот следы подтеков это я бы обрабатывал маслом и она свою роль скажем так отыграла она запеклось и вчера лавашики которые от стенки но только один у которого я оставил тесто там около двух миллиметров это уже моя ошибка они ошибка печки все подходили скажем так это у меня процесс наводки и доведения до ума тандыра вот если у кого-нибудь есть опыт напишите в комментариях как финиш на закончить внутренние стенки чтобы на вашах не было уже остатков глины там где в большом тандыре покупаем в пекарне лаваш иногда понятное дело там следы от шамотного кирпича то есть если бы позволял опыт так их друг другу подогнать идеально выставить наверное у меня бы этой проблемы не было но я решил все таки работать с глиной и создал больший пласт по теплоемкости по крайней мере ну вот буду благодарен вам за совет или может какое-то открытие как эти стенки довести полностью до финиша чтобы глина больше не прилипала так что экспериментируйте пробуйте вещь очень крутая мне и моей семье нравится блюдо здесь получается намного круче по вкусу еще потом придумаю приспособу которую вот типа елочек там опускаешь такую этажную конструкцию виде сеток и на ней запекаешь на разных уровнях там разные вещи я хотел себе еще помпейскую печь чисто для пиццы там и хлеба такого типового итальянского вы наверняка зададите мне такой вопрос зачем ты этой всей байдой занимаешься если можно пригласить какого-нибудь пить печника наверняка их в регионе хватает и он тебе построит идеальное все все дела но я на своем участке люблю делать все сам от дома до тандыра туалета и тому подобное всего остального чисто руками вот и поэтому мне чисто в кайф открывать вот такие новые диапазоны строений не типовых и радоваться результатом полученным если вам тоже в кайф то я думаю не будет жалко ни денег ни времени потраченного и от этого занятия вы вынесете больше пользы нежели от пустого просиживания на диване